Гитарный мастер Поэтому среди музыкантов распространено мнение, что гитарный мастер может разводить на ненужные работы На самом деле, я не знаю ни одного мастера, которому было бы интересно этим заниматься Просто его задача, как специалиста, увидеть в гитаре абсолютно всё Даже то, что вообще не волнует музыканта И секрет в том, что не нужно соглашаться на всё, что мастер вам предлагает Разумеется, да, мастер лучше вас разбирается в том, как гитара работает Однако вы, как музыкант, лучше него знаете, зачем гитара вам нужна И если мастер говорит, например, что у вас торчит последний лад И из-за этого предпоследний сильно дребезжит Это правда, и это, скорее всего, даже можно увидеть Но если вы никогда не лазите по грифу гитары дальше 12 лада Нет никакого смысла делать дорогостоящие работы ради последних ладов Это просто один из примеров, есть и более сложные случаи В целом, рассматривайте взаимодействие с мастером не как некую игру с нулевой суммой Где вы пытаетесь скроить, а он пытается вас развести Вы вместе с гитарным мастером стараетесь сделать так, чтобы ваша гитара как можно сильнее радовала вас И приводила вас к успеху на музыкальном поприще Примерно как в Формуле-1 пилот и инженер работают над тем, чтобы победить в гонке Тот же самый подход есть смысл исповедовать в случае гитары Ходить в мастерскую регулярно на техосмотр В общем-то не требуется ни для чего, кроме дорогих акустических гитар Особенно классических Там очень небольшая деформация корпуса, которую заметит только специалист Со временем, если ее не лечить, может привести к большим проблемам Носить электрогитары и бас-гитары на регулярное ТО в общем-то не нужно Разве что если вы не хотите сами менять струны и чистить гитару Это с удовольствием сделают за вас, но это, конечно, будет стоить денег Пожалуй, единственная операция из часто необходимых Это работа с верхним порожком Как я уже рассказывал, верхний порожек может понадобиться расточить Или наоборот слегка заузить прорези под струны Это требует инструмента и навыков, которые есть у гитарного мастера, которых нет у вас Эта работа стоит дешево И именно за ней есть смысл обращаться даже при наличии минимальных проблем Например, если стуна немножко застревает в верхнем порожке Вообще, основная функция мастера по ремонту это консультация, а вовсе не ремонт Если у вас есть какая-то безумная идея Или если вам чего-то не хватает в конструкции инструмента Вы можете обсудить с ним эти мысли И, возможно, вы придете к какому-то общему решению И отдельно я хочу попросить Никогда не пытайтесь сами обрабатывать лады Максимум, что можно с ними делать Это легонечко их полировать самой мягкой полировальной пастой Но даже это нужно делать достаточно аккуратно, чтобы не испортить накладку Но если вдруг у вас где-то что-то звенит или дребезжит Никогда в жизни не пытайтесь самостоятельно поправить именно высоту ладов Потому что, скорее всего, ее ремонт после этого обойдется вам еще дороже Так что при возникновении каких-то проблем Или просто, если вам интересен какой-то момент, связанный с гитарой Обратитесь к гитарному мастеру Мы поможем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok